Ну что, дорогие друзья, я вам обещала ролик про Трис Мирикольд, и сегодня я вам его предоставлю. Когда-то я уже делала ролик про Трис и Енифер, я их сравнивала, объясняла, почему Енифер подходит Геральду намного лучше, это было год назад, и теперь это такой апгрейд старого ролика, но сегодня мы возьмем только конкретно Трис Мирикольд. И не просто ее, и самую категорию, цвет полосы и все прочее, конечно, мы затронем ее прекрасно, вот эти рыжие волосы, просто потрясающие ее телосложения, вообще замечательная вот эта фигурочка, но самое главное, что меня здесь интересует, и что я вам хочу объяснить, и что я вам хочу показать, это то, что Трис Мирикольд является на самом деле обычной, стандартной, кухонной, какой хотите и называйте, гостиной комнатной жертвой в первую очередь, а потом уже является доброй, и все в этом духе. Почему я в этом так уверена? Потому что я сама жила как жертва все свои 23 года, и только последние 3 года, потому что мне 26 лет, я живу абсолютно нормальной, здоровой, полноценной жизнью, я прошла психотерапию, и все с моей головой полностью хорошо. Но давайте вернемся не ко мне, а к Трис Мирикольд. Ролик будет записан одним дублем, я терпеть не могу, когда ролики режут вот в таком формате, мне это не нравится, поэтому я буду говорить 10-15 минут, будут какие-то казусы, ну, что поделать, это живая запись, и я давно ничего не снимала на камеру. Видите, я даже приобщилась, так сказать, к культуре, выгляжу как нормальный здоровый человек. Ну вот, значит, Трис Мирикольд, что нас конкретно интересует? Ее взаимоотношения с мужчинами, да не просто с мужчинами, а с Геральдом, тем самым Геральдом, который обожает свою Йеннифер. Как мы вообще понимаем, что Трис является жертвой, а при этом Йеннифер, например, жертвой не является? На самом деле, есть всего два способа, по которым можно понять, кто и вообще как живет. Грубо говоря, первое, это невербальное общение, то есть, когда вы знакомитесь с человеком, вы считываете с него информацию. Его походку, его манеру тона не сам, именно не то, что он говорит, а как он будет это говорить. То есть, как он на вас смотрит, смотрит ли он на вас надменно, смотрит ли он снизу вверх. То есть, все вы это будете считывать заранее, как он идет, горбится ли у него спина, или он наоборот, то есть, такой, как Павел Лен, идет вперед. Единственное, кстати, камера может перерваться, если у меня память закончится, извините, я все это дело и нарежу. Далее, если мы считываем невербальное общение, то что мы сразу будем смотреть у Трис Мирикольд, и что на самом деле есть у женщин, жертв, которые себя так преподносят. У них есть одна такая маленькая-маленькая незначительная деталь, которая с первого взгляда не особо видна, но поверьте, она действительно вас начинает топить. Вы начинаете в этом, грубо говоря, гнить, и вы не понимаете даже, с чем это связано. Это то, как она на вас будет смотреть. Дело в том, что женщина-жертва, особенно, если это какие-то северные народы, это не обязательно Россия, то есть я не буду сейчас говорить, что все русские женщины у нас прям какие-то такие жертвы. Нет, это не только у нас. Это, в принципе, у народов, у женщин с севера. Мы все смотрим на мужчин вот такими синячими глазами. Вот такими глазами мы смотрим на них. Позелюсь-то, позелюсь-то, полюби меня. Позелюсь-то, позелюсь-то, прикорми меня. Как будто бы он заводит, не то чтобы даже заводит, вот именно заводит, не хочет жить с женщиной, быть женщиной, а как будто бы он заводит себе женщину, как будто бы он делает из нее хомяка. И когда вы знакомитесь с такой женщиной, тут есть очень важный момент. Она будет сразу на вас так смотреть. То есть она будет своим вот этим вот весь глядем вот так вот на вас смотреть и вот так вот головочку-головочку вот так вот отпускать. На самом деле то, что я сейчас говорю, это не бред, это действительно так и есть. Когда вы знакомитесь с женщинами, смотрите на этот момент. То есть она будет не стоять вот такая вся гордая лань, у неё будет такая шея, походка от бедра. Нет, вот именно женщины-жертвы, они будут вот такие, вот такие. И они будут головушку вот так вот отпускать, опускать, и вот так вот на вас из-под лобби смотреть. Вот будет вот такая ситуация. И когда вы будете подходить к ним, знакомиться, у вас будет ощущение, как будто бы вы этой женщине уже что-то должны. То есть она уже заранее, а это делает жертва, она уже заранее садит вас вот в эту клетку, как будто бы вы виноваты, как будто бы вы сделали что-то не так. Хотя вы на самом деле просто подошли познакомиться, то есть там не было вообще ничего, но она уже будет вот так вот на вас смотреть. И это очень сложно отследить, особенно мужчины. Мужчины у нас менее эмоциональные, менее чуткие, слава богу. Но если вы будете, в принципе, улавливать эти моменты, это будет очень важно. Ролик здесь не только про то, какая там трис плохая или хорошая, нет, он вообще не про это. Он более образовательный, чтобы вы понимали, когда вы встречаетесь с людьми, кто что из себя представляет. И если вы, например, видите, что вас тянет на вот таких вот женщин, вот таких вот женщин, вот я, да я для тебя ничего, я вот тебе и последний кусочек сирадам, и вот ты все, ты, ты, господи, я нет, мне ничего не надо, я буду ходить в одних трусах 12 лет. Вот эта история плохая, то есть с вами что-то не то. То есть вы, например, были воспитаны, предположим, в такой среде, где, например, мама себя так вела, и батя позволял себе на этом фоне самоутверждаться, бить ее или еще что-то. Потому что к чему мы приходим, в конце концов? Жертва может быть разная. Может быть, это какой-то light вариант. Например, вас просто где-то оскорбили, и вы дальше пошли. Но конечные варианты это может быть жена Чикатило, жертва жена Теда Банди, жертва Чикатило. Все знают, кто такой Тед Банди, это такая же история, только в Америке, но все то же самое. То есть вы доведете себя до такого состояния, когда вы не сможете отследить, что вы попали к человеку, который может либо вас насиловать, убивать, грабить и все в этом духе, либо он будет как бы защищаться в этой семье, в которой вы находитесь, да, вы создадите для него эту семью, но при этом он будет убийцей, маньяком, насильником, и он будет делать это где-то на стороне. И вы повесите на себя такие розовые очки, у вас будет все туман, туман, все розовое, такое, я ничего не вижу, у меня все хорошо. Вот до такого состояния вы можете себя довести. Стандартные-то у нас алкоголики, наркоманы, кухонные борцы и все в этом духе. Это все только для жертв. В данном случае с Трис Мерегольд история получилась куда более интересная. И почему, например, многие не отслеживают и не могут увидеть этот момент, что она является жертвой. Почему? Потому что Геррид ее не бьет, он ее не оскорбляет, он к ней относится в принципе нормально, все в принципе. И вот тут есть самое главное – в принципе нормально. Дело в том, что она попала в ту категорию женщин, которые очень сильно зависят от людей, которые их игнорируют. Например, для мужчины, когда он ухаживает за женщиной на раннем этапе, это своего рода вызов, как бы проявить, как бы заполучить ее внимание, женщины, да, к нему. И его это начинает как-то немножечко будоражить, такая игра у них начинается. Но если, например, это происходит с женщиной, эта история очень плохо заканчивается. То есть женщина не должна добиваться вот такого внимания мужчины способом мужским, каким пользуется именно мужчина. А Трис Мерегольд попадает именно вот в эту ловушку, в ту ситуацию, когда Геральт, он относится к ней нормально. Нормально. То есть он не говорит, что она плохая, он ничего о ней не говорит, потому что это не Йеннифер, потому что это не его богиня в его представлении, потому что Йеннифер вся такая в самоданности дела. А Трис, она добрая, на все готовая. Вот он в любой момент написал, написал, что я несу, он в любой момент там как-то ее где-то нашел, где-то ей что-то помог, и она уже все, готова за ним поскакать. Все, все, мой Геральт, все, мой Геральт. То есть вместо того, чтобы найти, во-первых, чтобы найти свободного мужчину и быть с ним, она берет занятого. Это раз, это обязательно, это очень важно, то есть у нее, она попала в эту категорию, что она берет мужчину, который о ней не думает. И второе, она берет мужчину, который игнорирует ее чувства, и на этой почве капкан захлопывается, и она попадает в эту ловушку. То есть поэтому очень тяжело отследить, что Трис является именно жертвой, потому что как таковых физических каких-то проявлений в виде синяков, побоев, скандалов, то есть они же даже не ругались, если вы заметите, то Трис Мерегольд с Геральтом никогда не ругалась, в отличие от Йеннифер, когда у них там была бурная страсть, они прям строили из себя такую мексиканскую, итальянскую семью. Нет, в случае с Трисом это было все ровно-ровно спокойно. Но дело в том, что на этой как раз-таки почве вот этого игнорирования ее чувств, то есть он делал так, чтобы он и не был виноватым, и при этом он ничего не сделал. То есть ничего он для нее как такового не сделал, если вы вспомните книжные варианты, если вы вспомните игровые варианты. Они пересекались с Трис, когда не было Йеннифер. Как только появлялась Йеннифер, любовь всей его жизни, он благополучно уходил к ней. Вопрос к тому, что там поджину это было, не поджину, мы сейчас вообще не об этом. Сейчас речь идет о Трис и Геральте. То есть женщина, которая прекрасно видит, а она прекрасно видела, что Геральт любит другую женщину, ему не нужна Трис, то есть он не бегает за ней так же, как за Йеннифер. Он, она что делает? Что она делает? Она, естественно, бежит к нему навстречу. То есть это делает жертва. Вот это игнорирование на ней сработало. Мы не знаем предысторию, мы не знаем, какой там был отец, какая там была мама. То есть, естественно, если бы это была какая-то там пара 21 века, это было в России, в Москве, неважно. Они бы пришли к психотерапевту, нашли бы эту причину у Трис, это бы там мама игнорировала, и вот она считала это все, или папа игнорировал. И вот она поняла, что мужчины вот такие, то есть я должна быть такой и возьму я себе такого. Мы этого не знаем, мы можем лишь предполагать, строить какие-то догадки. Но на том, что мы видим, мы можем делать огромный на самом деле анализ, потому что Сапковский, вот это тоже очень удивительно, как мужчины, они не могут объяснить то, что происходит, но как они это тонко на самом деле считывают, и как бессознательно она же отлично работает, потому что Сапковский описал вот эту жертву в виде Трис-Меригольд просто идеально, просто идеально. Причем он взял очень интересный аспект. Не всегда жертва, это какая-то такая страшная, кривая, косая девушка, очень часто, наоборот, девушки, которые, ну, в принципе, не очень, они о себе очень высокого мнения, то есть есть такая история, ну, действительно. А есть женщины, которые красивые, очень красивые, то есть Трис-Меригольд, она очень красивая, она, ну, как бы сказал там мужчина, она ебабельная, это действительно так, но она пустая, то есть в ней нет вот этого огня, в ней нет экспрессии, в ней нет жесткости, то есть в отличие от Йеннифер, которая четко знала, что хочет она, то есть она у себя была на первом месте. Ты видишь личность, ты видишь какую-то полноценную, какую-то сущность, грубо говоря, то есть Трис, ты сразу видишь, что она будет за тобой, она пойдет за тобой, она будет делать все, что ты скажешь, она будет сидеть там, вот так вот она будет, это все будет Трис-Меригольд. Вот в этом и большая проблема. И мужчины, которые, ну, скажем так, у нас это принято говорить, абьюзеры и все в этом духе, да, они действительно находят себе женщину, которая ни бы ни мой, ни бы карик, она вот так плачет, и такая, да, да, мой господин, да, я сама, например, за патриархальную систему, но я никогда не говорила, что я за тиранию, то есть я против категорической тирании. А вот Трис у нее получалась такая история, что она свои интересы всегда ставила на второй план, а Геральда, приоритет, она ставила всегда на первый, и это делает только жертва. То есть женщина, которая знает себе цену, которая с нормальной, адекватной, здоровой головой, она не будет этого делать. Но это еще не все. Что, в принципе, еще делает жертва, почему мы это не любим? Почему, например, женщины вот очень сильно не любят вот этих женщин-жертв, если она сама не является женщиной-жертвой? А жертва – это не всегда такой ангел во плоти. То есть это не всегда будет история того, что она будет только улыбаться, и все, вот делать только все хорошее, и вот такая вот, вся такая миленькая, добрая. Нет. У жертвы всегда есть какая-то вторичная выгода. Всегда. И тут лишь вопрос времени и событий, на что жертва готова пойти, чтобы заполучить конкретную любовь. То есть, например, женщина адекватная, здоровая, она не будет пытаться получить, заполучить любовь. То есть это более такой мужской принцип. Из-за того, что вырабатывается тестостерон, из-за того, что вырабатываются вот эти мужские гормоны, им нравится побеждать. Но у женщины так не устроено. То есть если женщина пытается добиться мужской любви, она будет страдать. То есть, как мы видим по Енифер, она этого не делала. Аутрис всячески это в себе разгоняла. Вот это желание получить любовь человека, который ее не любит. То есть, опять же, вместо того, чтобы найти свободного мужчину, она принципиально влюбляется в кого? В занятого. Но это, скорее, даже не любовь. То есть, обычно жертвы, они именно любить в полноценном смысле этого слова, они не умеют. Они пытаются выжать из вас чувства, на которые вы не способны в силу того, чтобы в ее понимании так должен, ну, например, так должно быть. То есть, чтобы быть мужчиной, ты должна просто там стоять на ушах, ты должна заполучить. То есть, якобы в их понимании мужчина не может позволить себе любить тебя такой, какая ты есть. То есть, обязательно должна что-то из себя строить. И вот это очень большая проблема. И вот Трис конкретно выбирает такого. Дальше, что она делает, чтобы не сделала женщина, даже не то, чтобы женщина, то, чтобы не сделал человек, у которого нет вот этой позиции жертвы, то есть, который будет в здравом уме. Как только Геральт у нас теряет память, а это очень важно, Геральт теряет память, он помнит, что Трис, в принципе, была в его жизни, у него не было никаких там заскопов по поводу того, что он ее любит, он забыл, что он любит Трис. И получается, что в данной ситуации делает Трис? Она его захватывает и всячески начинает вокруг него крутиться. Но дело в том, что ты у себя в голове прекрасно понимаешь, во-первых, это временная ситуация, во-вторых, это не настоящие чувства. То есть, у человека были чувства к другому человеку, и он, как бы другую женщину, он ее не разлюбил. Он потерял память, это физический дефект в голове. Это не было его решением. Это была такая, скажем так, цепочка событий. Ну, это как остаться без ноги, то есть, человек не выбирает остаться без ноги. И в данном случае Геральт, он не выбирал самому забыть Йеннифер. То есть, если бы, например, он понял, что Йеннифер, там, сука, тварь, мразь, и вот Трис, вот я тебя люблю, я буду все для тебя делать, это была бы немного другая история. Но в случае с Геральтом такой истории не произошло. И что делает Трис? Вместо того, чтобы просто уйти, понять, что, ну, что я сейчас буду сюда лезть, это выглядит, ну, просто это детский сад, это действительно детский сад. Но нет, женщина, которая действительно, скажем так, находится вот в этом, в жертвенном состоянии и в состоянии какого-то отчаяния, в состоянии того, что, ну, никто не может её полюбить. Вот надо вот, чтобы он, она будет брать вот этот объект, с которым она хочет работать, скажем так, и пытаться из него что-то выжимать. И вот у неё получилось быть с Геральтом только в том случае, когда у него случился физический дефект. То есть, опять же, давайте посмотрим на эту ситуацию по-другому. Понравилось бы вам, если бы ваша супруга стала бы с вами жить и вышла бы за вас замуж только в том случае, если бы она потеряла память. Никто в здравом уме никогда не захочет себе такого. Никогда. То есть, нормальный человек просто, ну, позаботится об этом, но он не будет туда лезть. Всё. Опять же, в нашем случае вернулась память Геральду. И что он сделал? В первом же случае он бросил трис и всё, и побежал к своей Енифер. Всё. Всё. То есть, вот это женское унижение, просто человеческое, не то чтобы даже женское, это просто унижение как человека. Тебя растоптали, тебя топтали годами-годами в эту грязь. Как только появлялась Енифер, он бросал всё, бежал к своей Енифер. Первый раз она не поняла, второй раз она не поняла. Третий раз ты уже думаешь, Господи, ну, когда ты уже поймёшь, ну, когда ты уже поймёшь, что до тебя никому дела нет. Нет, жертва будет постоянно, 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 постоянно наступать на одни и те же грабли. И что мы видим в третьей игре, когда они встречаются в самом начале, она вот так сидит на него, смотрит, ну, Геральт. И она всё ещё, самое интересное, она всё ещё надеется на то, что Геральт всё равно к ней вернётся. И вот она на него так смотрит, и вот так она на него смотрит, ну, Геральт, ну, пожалуйста, ну, прийти, собачка, ну, прийти, собачка, ну, пожалуйста, твоя собачка, приюти меня. И вот так вот происходит всю игру. То есть, когда она начинает вот эти всякие... Это бы не то, что даже манипуляции какого-то там супер уровня. Это какой-то детский сад. То есть, для нормального здорового человека это просто детский сад. Так не будет вести себя человек априори. То есть, когда они идут на праздник, на пиршество, она якобы напивается. Она уже не знает, как выжить из него эту любовь. Ну, не знает она, как это сделать. Она пытается... Всё, уже не хочет ничего мне снимать. Не знаю, что это за фигня. Уже всё порезала, урезала. Не знаю. В общем, что делать с тем, как только вы поняли... Всё, я проверяю, да, вдруг записывается. Что делать вообще с тем, когда вы поняли, что у вас начинается жертвенное поведение? Вас бьют, ругают там и всё в этом духе. Неважно, что это. Просто вот что-то, что вам не нравится. Первое, что вы делаете, это, во-первых, уходите от этого человека. И это, в принципе, самое ужасное, самое жёсткое. Как я могу от него уйти? Я его люблю. Он вообще святой. Он там Господь Бог и всё в этом духе. И второе, вы сразу записываетесь к психотерапевту или к психологу. Например, обычно женщины, которые не могут уйти, они сначала записываются, да, к психотерапевту, к психологу, к семейному психологу. Тут в зависимости уже от того, какая ситуация. Чуть-чуть буквально пониждём. Какая ситуация. То есть, возможно, вам нужны, например, какие-то там антидепрессанты. То есть, вы идёте к психотерапевту, к психиатру конкретно. Или вам нужно просто, ну, вам надо поговорить. То есть, вы идёте к обычному психологу. Тут уже зависит от вашей ситуации. Но в любом случае есть два самых главных фактора. Первый, вы уходите, собираете чемодан. Неважно, муж это ваш, неважно кто, это вообще не имеет никакого значения. И второе, вы записываетесь к специалисту. То есть, решить этот вопрос самостоятельно, ну, грубо говоря, невозможно. Потому что вы не можете отследить конкретные действия. Вы не можете отследить конкретное ваше поведение. Потому что, если бы вы могли это сделать, вы бы уже это сделали, и вы бы не попали в ситуацию, в которой вы находитесь. Если, например, это мальчик. Мальчик может быть тоже жертвой. Такое бывает. Ему только психотерапия. Сам никогда в жизни вообще никак мужчина с этим не разберётся. Он идёт конкретно к психологу, к психотерапевту, работает с этим и этим занимается. По-другому никак. То есть, вопрос того, что вы можете решить это сами, это невозможно. Невозможно. Всё, вы своими действиями привели себя из пункта А именно в этот пункт. Не в какой-то другой, в нормальный, адекватный. Вы привели себя только сюда. Поэтому, если вы, в принципе, сталкиваетесь с ситуацией неуважения, будь это родители, будь это любимые люди, ещё кто-то, неважно, кто это, самое главное понять два простых правила. Это первое. Ситуация, в которой вы находитесь, больше для вас невыносима. И второе. Вы ищете выход из этой ситуации. Всё. Ну, искать волшебные какие-то бобы, их не существует. Вы не сможете этого сделать. Поэтому на примере Трис Миригольд я вам разобрала один из аспектов вот этой жертвы. В данном случае она была повязана на игнорировании. То есть, не на физическом каком-то там побитии и прочем. А вот, короче, всё-всё режется. Просто, ну, какой-то ёбаный пиздец меня уже заебало. В общем, друзья мои, дорогие мои, я с вами разобрала сегодня Трис Миригольд. Конкретный её аспект с Геральдом и то, почему именно она жертва и как она себя при этом ведёт. Поэтому, если вам нравятся такие ролики, обязательно подписывайтесь, обязательно оставляйте свои комментарии. И до новых встреч!